Помогает делать баскетбол баскетболом, потому что все мы видели, как играют баскетбол при пустых трибунах, когда это было еще тренировки команд, просто с официальным статусом. Болельщики делают игру баскетбол именно тем видом спорта, который мы с вами любим, а обе команды очень бодро защищается Балашов. Балетель скидывает на Соломана, ведут мяч игроки Астаны. Аксенов идет до конца и сложнейший бросок попадает из-под Соломана по какой-то очень тяжелой траектории совершал этот бросок. Прошел точку получения мяча Солома, поэтому мяч работать не сумел. Еще один проход в этом сезоне феноменален в плане набора очков и результативности. В прошлом году играл он за клуб. Не врет память, кто играл он за Тэмсунг СГМК. В этом году решил попробовать свои силы в един-лиге в АТБ за границей. И здесь Марчук сейчас понимает, что нужно что-то менять прямо сейчас. Сейчас она ведет Холмсли, со средней попадает. Майерс оказался мощнее и отодвинул корпусом своего визави. Холмсли, еще одна попытка на этот раз с дальней дистанции точно. Зенит, который появился на паркете вместо Холмсли. Майерс его встречает, Торопов, и это будет хорошая драка. Полезно себя показал Захаров. Немного поздняя скидка на Торопова, но тот, тем не менее, находит возможность для разворота от кольца. 15-14. Попытка со средней от Томасона. Максим Мурчук остается против Сергея Мони. Сад шагом в левую сторону, очень уверенно три очка набирает игроков Астаны. Потому что первая четверть на данный момент очень и очень бодрая для них. Томасом со средней точен. Аксенов на Майерса. Торопов хорошо защищается. И Майерс из-под кольца еще раз дотянуться до мяча. Клименко появился на паркете у Зенита. РТЛ находит Томкинса и три очка тоже. Арбитры, потому что к левой боковой нарушение было ближе. Клименко. Двойной заслон для Томасона на РТЛ. Скидка точно. Против него РТЛ. Тоже очень высоко старается защищаться. Не просто встречает, обозначает прессинг. Майерс против Клименко. Артем выглядит крупнее. Майерс просто центр тяжести. Ниже, поэтому он эффективнее. Единственная лига в мире, где официально используется мяч из переработанного пластика. Сергей Карасев тем временем издали попадает. Не только сейчас мяч доходит до седьмого номера Зенита. РТЛ снова не бросает. Ой, как красиво двигается мяч у подопечных Ави Пускуаля. РТЛ на Карасева. Карасев в одно касание на Соломана. И Соломан двумя руками вколачивает мяч сверху. Против Томасона. Там в краске нешуточная борьба. Томкинс. С сопротивлением очень сложным. Находит Холмслей на дуге. Три очка точно. Или также эффективен в подыгрыше своим партнерам, как в предыдущих матчах. Издали Аксенов точен. Возможность для игрока отдохнуть. Плюс 14 для Зенита. РТЛ. Проваливается Клименко. И великолепная передача от паркета на Большого. Великий мастер. Так делает. Хочет спину Холмслей. И для того, чтобы фолл нападения не фиксировать. Нужно было фиксировать. Нарушение правил Клименко. Улетает Холмслей. Быстрый отрыв. Это что-то из арсенала. Йоханнеса Фоктмана. Или просто напоминание от Виталия Фридзона о победе на Олимпиаде. Балашов успевает за артелем. Но оставляют его. Совсем одного на дистанции среднего броска. Для здоровья. Балашов остается против Клименко. Хороший заход по лицевой. Из двух рук Макс Марчук втыкает мяч сверху. На Холмслей возвращает мяч себе. Три секунды остается до конца владения. Еще одна попытка среднего броска. И точно с фоллом. Чтобы Клименко не защищался против маленького. Айртель очередной перехват совершает. Защития отрабатывает на Фридзона. Фридзон на Моню. Даже плюс 21. Одно скидка на Мурзагалиева. Тот из угла точен. Очень так нагло руки выбрасывает вперед. Не боится заработать фолл. Майерс находит в углу Романа Марчука. И Томани найдя более достойного. Айртель решает не рисковать. Скидка на Томасона. Томасон против Балашова. Издали нагрел себе точку. Который чаще всего заставляет соперника на себе фолить. Аксенов на врывающегося Марчука. Тот сверху через Соломона мяч занести не смог. А вот Майерс с фоллом попадает из-под кольца в этой мясорубке. Не совсем понятно, кто именно правил нарушен. Соломон идеально вертикально отзащищался в этой ситуации. А здесь вот ему как раз и фиксируют нарушение. Томасон против Морзогалиева. Скидка на Моню. Моня хорошая. Передача на вход на Виталия Фридзона. И вынуждает. Дуэт заслуженных и прославленных ветеранов Даниила Аксенова правило нарушить. Два с фоллом. При этом в прошлом году они помогли Зениту добыть первое чемпионство в единолиге ВТБ. А Томасон против Аксенова не смог отзащищаться через руку. Зенит не спешит. Решает использовать все 14 секунд по полной. Топтунов издалит очень после заслона Соломона. 41 с дальней дистанцией. Это как раз и влияет на разницу, которая сейчас держится на табло. Морзогалиев с ней не согласен. Но если чуть переборщишь, то тебя могут наказать замечанием. Джо Томасон со средней в стиле Виталия Фридзона. Хороший снайпер никогда не бывает лишним. Аксенов находит Балашова в углу. Открытый абсолютно бросок точен. Такая дуэль не самых высокорослых разыгрывающих. Я так подозреваю, что Эртель на паркете вряд ли появится, если только у него также 4 персональных замечания. Щербак Вадим под девятым номером трехочковый отправляет в кольцо соперника. Избавляется от Захарова. И один уже совсем был 99-й номер Астаны. Мог бросать. Вместо этого придумал не самую необходимую скидку. Играет до конца. Два из двух реализует. 88-66. Побеждает Санкт-Петербургский Зенит. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...